Послушай меня, Исламчик. Хотел ему дать леща. Ты мне угрожаешь дать мне леща? Сейчас я ему тоже дам. Твои слова такие же пустые, как и твой пояс чемпиона нашего дела. За деньги можно купить кровать, но не сон. Можно купить пояс, но не зрительскую симпатию. Я оторву тебе голову. Бумажный чемпион. Павел Шульский отреагировал на слова Ислама Каримова в интервью Святослава Коваленко. В нем узбекский боец заявил, что при личной встрече непременно огреет Шульского оплеухой. А полное видео вы можете посмотреть по ссылке в описании. Мы с ним очень хорошо общались. Он тоже оттуда же, с Карачаев-Черкесии. И мы договорились вместе покататься на лыжах на доброй ноте. И потом еще где-то мы с ним виделись второй раз. Тоже очень хорошо пообщались. Потом через пару дней, уже когда вышло видео, он походу почувствовал поддержку людей. И выставляет в историю, как типа фотку, знаешь, за деньги можно купить кровать, но не сон. Меня отметил и написал, можно купить пояс, но не зрительскую симпатию, что ли, или зрительское уважение, что-то людей. Уважение людей, по-моему, написал. Я ему пишу, ты дурак, что ли, типа, что ты пишешь? Мы же с тобой нормально общались. Ты такой выкладываешь. Мы чуть-чуть так пообщались. И я ему написал, следующая наша встреча тебе понравится. И я считаю, что я его напугал, из-за этого не приехал на конференцию. А что ты имел в виду под этим? Ну, что я ему дам. Ты, по-моему, в серьезе хотел? Да, я серьезно хотел ему дать леща. А сейчас? За его слова. Сейчас я ему тоже дам. Серьезно? То есть увидишь и дашь леща? Конечно, да. Ну, зачем? Ну, ты представь, человек с тобой хорошо общается. Нормально тебе, в жизни я тебе ничего плохого не скажу. Я сейчас уйду с этого интервью и напишу, какой ты плохой там. А вот что ответил Павел на высказывание Каримова. Признаюсь, таким я Шульского еще не видел. Послушай меня, Исламчик. Во времена, когда ты в школе не мог сдать нормативы после туре, я уже был мастером спорта. Тренировался в сборной России. Боксировал с многими олимпийскими чемпионами. Выиграл таких боксеров, как Кудряшова или Файфера. И ты мне угрожаешь, обещаешь при встрече дать мне леща. Твои слова такие же пустые, как и твой пояс чемпиона нашего дела. Сейчас, Ислам, я вижу, что ты мою доброту отпринял за слабость. И ты реально попытал педали. Надеюсь, топ-док и наше дело договорится, и у нас будет с собой бой, и оторву тебе голову, на голых кулаках или перешатках по боксу. Мне разницы нет. А про меня больше не день вспоминай. Ты сам себя только закапываешь. Бумажный чемпион. Мне еще пока не совсем понятно, где же все-таки состоится их второй бой и по каким правилам. Так как мнения у каждого расходятся. А Ислам и вовсе даже не в курсе, что второй бой с Шульским якобы назначен на 4 марта. Да и Павел настаивает на том, чтобы провести поединок уже на его территории, по правилам голых кулаков. А Каримов опять-таки заявил, что с самого начала был против биться без перчаток. В общем, думаю, стоило бы устроить какую-нибудь конференцию с участием всех трех сторон. Имеется в виду, собственно, обоих бойцов и представителей нашего дела. И поставить все точки, ибо незаметно подкрадывается чувство, что с этой историей нас пытается ввести в полное заблуждение. Пишите ваше мнение в комментариях и не скупитесь на лайки. Подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в нише ММА. Пишите ваше мнение в комментариях.